И снова здравствуйте! Итак, тема моих сегодняшних зарисовок – цветущий Израиль. А начну я, как и обычно, с предисловия. На своей работе мне очень не хватает цвета. Да-да, именно цвета. Работающие за компьютером меня поймут. Серо-голубые, невзрачные темы экрана лично меня удручают. Хочется чего-то яркого, какого-то всплеска эмоций, то есть цвета. Да побольше. Наверное, именно поэтому цветовые предпочтения в моем гардеробе и цветовая гамма моих ноготочков далеки от любимого многими и, безусловно, благородного нюда. Ну что ж, пора заканчивать с мыслями дилетанта и приступать к зарисовкам всего того же дилетанта. Итак, что такое цвет? Это волны электромагнитной энергии, которые после восприятия глазом преобразуются в цветовые ощущения. Кстати, вы знали, что полное разноцветное зрение есть только у птиц и приматов, то есть у нас. Цветовое восприятие вызывает эстетическое удовольствие или неудовольствие и влияет на нашу нервную систему. Существует даже такое понятие, как цветотерапия. Ну и где же нам принимать, так сказать, цветовые ванны, как не весной и не в цветущем Израиле? Странно, скажете вы, ведь всем известно, что около половины территории Израиля примерно 12 тысяч квадратных километров занимает пустыня Рава. А пустыня разве может цвести? Еще как, ответят вам израильтяне, которые на протяжении всей своей истории трудятся над тем, чтобы превратить свой дом в цветущий оазис. Когда я первый раз посетила Израиль, то была поражена яркими красками цветов и деревьев вдоль улиц, городов и автострад. Картина необычайная для засушливого климата и практически не встречающаяся в других странах этого региона. Пустыня Рава – одно из самых засушливых мест не только в Израиле, но и во всем мире. Но благодаря системе капельного орошения этот регион является крупнейшим поставщиком овощей и фруктов не только внутри страны, но и за ее пределами. Так что же такое капельное орошение, благодаря которому пустыни превращаются в цветущий оазис? Это метод болезни, разработанный израильским инженером, при котором вода малыми регулируемыми дозами поступают в прикорневую зону растений при помощи дозаторов капельницы. Коэффициент полезного использования воды при таком методе составляет 95%, что, как вы понимаете, очень важно для такой страдающей от нехватки пресной воды страны, как Израиль. Ну а результат применения этой системы вы наблюдаете на протяжении всего этого ролика. Надеюсь, что этот сеанс цветотерапии подарил вам прекрасное цветное настроение. Подписывайтесь на мой канал, и мы вместе будем познавать этот прекрасный мир под названием Израиль. До следующих зарисовок! Продолжение следует...